Я рад приветствовать министра иностранных дел Армении Заграба Градчича Мацаканяна, который здесь находится с официальным визитом. Поездка планировалась давно, как ответный жест после моих переговоров и встреч в Ереване в ноябре прошлого года и с целью очередной собирки часов по всем аспектам наших отношений, включая двустороннюю и международную региональную повестки дня. При этом мы буквально два дня назад встречались здесь, в Москве, в рамках трехстороннего контакта министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Российской Федерации, которое было проведено по предложению президента Путина в условиях резкого обострения ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. С самого начала обмена ударами Россия, как и в двустороннем качестве, так и в формате Минской группы ОБСЕ, делала все возможное в интересах немедленной деоскалации и возвращения сторон за стол переговоров. Как вы знаете, было принято совместное заявление президентов трех стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, трехстороннее заявление и министров иностранных дел, стран-сопредседателей и заявление специальных представителей, которые занимаются содействием Карабахскому урегулированию. После серии телефонных переговоров, которые состоялись с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, наш президент выделил инициативу об остановке боевых действий по гуманитарным соображениям, инициативу, которая предусматривает также проведение консультаций по всем вопросам урегулирования. И вот 9-10 октября, многие из вас, наверное, присутствовали при этом, здесь состоялась наша встреча, которая позволила выйти на договоренность, она опубликована, распространена в ООН и в ОБСЕ, и мы рассчитываем, что принятые решения будут неукоснительно выполняться обеими сторонами. Мы сегодня об этом подробно говорили. Обменялись также мнениями о том, как двигаться дальше. Это не значит, что все вопросы будут решены быстро и одновременно. Мы понимаем, что нужен процесс, но затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным. И, насколько нас проинформировали наши армянские друзья, сегодня о том, как двигаться дальше, пойдет речь в ходе встречи министром Нацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Значительная часть наших переговоров была посвящена двусторонней проблематике. У нас динамичный характер политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях, в условиях неизбежных коронавирусных ограничений. Удалось, тем не менее, продвигать наши контакты, максимально задействуя дистанционный формат. Президент Путин и премьер-министр Армении Пашинян в нынешнем году контактировали уже где-то семь раз, по нашим подсчетам. При этом главы правительств уже трижды смогли увидеться очно. И только что, буквально 9 октября, завершилась поездка Михаила Мишустина в Ереван на Евразийский межправительственный совет, в ходе которой прошли полезные переговоры с премьер-министром Пашиняном. Перед лицом глобального бедствия в лице пандемии COVID-19 наши страны в очередной раз демонстрируют образец братского союзнического взаимодействия. По просьбе армянских друзей мы предоставили на безвозмездной основе тест-системы, реагенты, медицинскую технику. В соответствии с достигнутой договоренностью на высшем уровне с апреля этого года в Армении работают специалисты-вирусологи Министерства обороны Российской Федерации. Ну и мы тесно взаимодействовали по оказанию друг другу содействия, возвращению наших граждан, которые оказались за границей в разгар пандемии. И в Россию из Армении осуществлено 79 так называемых вывозных рейсов. В Россию вернулось на этих рейсах почти 10 тысяч человек. По итогам прошлого года мы обратили внимание на рекордный рост товарооборота на 26% до 2,5 миллиардов долларов. И несмотря на общий спад мировой экономики, который вызван в том числе и пандемией коронавируса, в текущем году нам удалось избежать падения объемов торгового обмена. По итогам 7 месяцев товарооборот практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы договорились оказывать по линии внешнеполитических ведомств содействие проведению мероприятий, которые способствуют дальнейшему наращиванию торгово-экономического и межрегионального сотрудничества. Речь идет прежде всего об организации после снятия карантина в Ереване очередного 20-го заседания Российско-Армянской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. И как только позволит обстановка, мы обеспечим проведение 8-го российско-армянского межрегионального форума с участием делегаций из нескольких десятков регионов России и Армении. В сфере культурно-гуманитарного сотрудничества мы удовлетворены ходом реализации программы сотрудничества между Министерствами культуры на 2019-2021 годы. Приветствуем объявление текущего года в Армении годом Грибоедова. Большое значение мы придаем изучению русского языка в Республике Армения. Там действует 6 филиалов российских вузов, Российско-Армянский университет. Во всех этих учебных заведениях готовится более 3,5 тысяч студентов. И гражданам Армении выделяются квоты на обучение в российских вузах за счет федерального бюджета. Ежегодно квоты увеличиваются. И всего в российских вузах обучается более 5 тысяч армянских граждан. Из них более 2 тысяч за счет нашего федерального бюджета. Кроме того, около 2 тысяч армянских граждан учатся в системе российского среднего профессионального образования. Мы обсудили, конечно же, и международную повестку дня. Весь спектр нашего внешнеполитического взаимодействия по линии организации договора коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств, координацию позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества. Рассмотрели ход реализации плана консультации между нашими министерствами на 2020-2021 годы, который позволяет очень четко в повседневном режиме сопоставлять и согласовывать наши внешнеполитические действия. Спасибо за внимание. Продолжение следует...